Мы с вами переходим в район Дрюрёва, где находится одноиденная Дрюрёвская улица, на транзападном Дрюрёвке. Проходит она от элеваторной улицы, где раньше находился элеватор, не так давно идем, и соответственно проводит на протяжении около 2,5 километров это достаточно большая улица, и она считается фактически центральной улицей этой местности и вообще района Западная Дрюрёва, до пересечения Михневской улицы и Забори Дрюрёвки. Неподалеку от этой улицы проходит железная дорога, в детском направлении, и находится станция Дрюрёва-Таварная. Причем это как грузовая станция, так и пассажирская. И есть платформа пассажирская Дрюрёва-Таварная, ну и рядом, вокруг этого платформы, находится достаточно протяжённая Дрюрёвка-Таварная станция, где стоит и формируется много товарных друховых составов. И вот именно, собственно, вокруг этой грузовой товарной станции, в Павелецком направлении Дрюрёва-Таварная, собственно говоря, началось формирование, в общем-то, вот этого посёлка Дрюрёва, который сначала был, собственно говоря, посёлком железнодорожников, там были построены железнодорожные дома, ну, на даче бараки, первые там, двухэтажные, одниэтажные, вокруг вот этого железнодорожного станции, и в Павелецком направлении. Потихонечку стал формироваться рабочий посёлок, прижелезнодорожный посёлок, в этой станции, и потихонечку он всё расстался, вскоре после открытия как раз в лесной дороге, в Павелецком направлении. И, кстати, так уже до сих пор как оформлялся город Дрюрёва, стали строить всё больше и больше домой, и, наконец, в 3060 году этот посёлок, бывший в Подмосковье, где был в Подмосковье, до 3060 года, где эти места, где проходит эта улица, в 60-м году эта улица вошла просто от города Москвы, в 1973 году улица получила современное название «Дрюрёва» ну, естественно, по бывшему подмосковному посёлку, который формировался вокруг железнодорожной станции, а потом родился на достаточно большое расстояние от станции. Что касается слов «Дрюрёва», то оно, как считает, происходит от слова «Перюль», что в переводе значит «Дунка», «Сверель», какие-то игрушки из гелева, может быть, ну, вот эти разные траховки, ну, как правило, вот такие вот названия, ну, то здесь, может быть, когда-то жили свирельщики, свирельщики, то есть те, кто любил этих музыкантам, которые играли, именно свирельщики, те, которые изготавливали эти, соответственно, мягкие игрушки, мелкие такие игрушки из дерева, да, или там свирили, дунки и так далее. Ну, может быть, и так, когда, в тоё время, когда ещё не было железной дороги, наверное, когда-то жили какие-то люди, ну, и потом, степенно, когда-то уже название трансформировалось на посёлок Железнодорожников и уже дальше на это окружающий мир. В 1970-х, в 90-х годах происходил внос старых ещё поселковых строений от этого бывшего подмосковного посёлка Перевелого и, в общем, сформировался такой облик улицы, который мы видим практически и сейчас. Здесь в основном идут живые там отдели 12-14 этажей в 1970-х годах постройки и 12-17 этажей это 80-е годы постройки. И только в самом начале улицы идёт 3 17-этажа дома, которые были построены в 2004-м году. Кроме того, на улице находится 5 детских соборов, 2 школы и некоторые другие торговые сервисные офисы для метаз. Начинаем с улицами простого металла, которые находятся между элеваторной и улицей, проходят вдоль элеваторной, и на пересечении горячей. Слева идёт 3 17-этажных домов. Которые номер 1 и корпуса с 1 по 3. А соответственно дальше идёт здание торгового центра и 3 дома по 14 этажей. Слева идут 4 дома 14 этажей. Дальше справа идут. Дальше слева соответственно у нас идёт 9-этажный дом и дальше многофункциональный центр и здание отрезок. А чуть туда в стороне в глубине квартала находится центр детского и юношеского туризма, краеведческий центр и детский сад. Надо кстати сказать, что на этой улице дома находятся сейчас не только вдоль улицы и глубины находятся несколько в глубине квартала. То есть образуют иногда по 3-4 ряда домов вдоль квартала. Чтобы иметь полное представление об этой улице нужно заглядывать ещё в глубь этих кварталов а не только вдоль район речи. Хотя конечно в общем представление об улице можно получить и такие улицы. Дальше справа у нас идут 6 домов по 12 этажей причём они как бы смоены 2-2-2 вот таким вот по 2-2 там внутри квартала. И соответственно дальше у меня находится курс повышения квалификации в Боском резерва это бывшая школа рабочей молодёжи а потом обычная трения школы на 2-3 этажные здания. Дальше у нас слева находится 3 дома по 12 этажей торгово-бытовой комплекс и затем 3 дома по 3 этажей причём все они находятся как бы сливаются в одном просто различаются корпусами образуют почти одно целое и находятся они в критинтикулярной улице один дом потом второй дом и туда вот квартал а соответственно с правой стороны у нас находятся два дома по 14 этажей гаражи и несколько в двуме находится школа это бывший учебно-производственный комплекс и 5-этажное здание дальше слева идёт 16-этажный дом а справа 3 дома по 14 этажей наконец мы достигаем площади большая площадь которая образует вот эта улица и перпендикулярные пущения отбасская улица и педагогическая улица и вот на этой площади находится кинотеатр 5 звезд Перелева это бывший кинотеатр Керчи который был построен ещё в советское время в 377 году но в различных лет в году он был полностью реконструирован и перестроен в современный кинотеатр 5 звезд Перелева ну кроме кинотеатра там находится ещё в том кинотеатре сервисной организации поэтому такой дом функциональный фактический официальный просто как раньше был кинотеатр и кстати говорят что его будут сносить в ближайшем будущем мы посмотрим дальше слева у нас идёт дом 12 этажей а затем опять скидно 3 дома по 9 этажей так же как и предыдущий раз ну и кроме того уже находится рядом детского предминника вначале буквально здесь улица на проезжую часть не будет и там в глубине находится школа и детский сан с левой стороны на противоположной стороне улицы мы видим также дома по 12 этажей и 9 этажей и здание педагогического колледжа но это бывшая школа школа затем слева мы видим передового по 12 этажей и опять передового по 9 этажей то есть они опять сливаются в одно целом так же как с той стороны мы видели до пересечения с этим перекросом кинотеатра находится и мы видим гаражей с правой стороны находится 9 этажное здание и мебельная паблика школы ну вроде как она до сих пор работает там несколько зданий находится ну с этажами мебельные здания зданий идет пересечение железнодородных переездов вот эта железнодорожа ведет на в общем-то бывшие ну манаскопы я знаю она ведет собственно к фоксогазовому дорогу то есть от путей по велесскому направлению от станции перевела товарная и дальше она ведет собственно к фоксогазовому заводу орденин далее у нас слева находится у меня сахартерочка 3 дома по 14 этажей и в глубине находятся 2 дома по 9 этажей ну а слева находится бывший перевески мясокомбинат несколько трагиней но сейчас используются по-разному там какие-то разные аренды торговые сервисы организации офисы то есть уже как мясокомбинат он не работает примерно несколько лет разные оценки в любом случае он уже не работает куда насколько я знаю тоже шла железнодорожная ветка ну одна из полетных путей сейчас она уже не есть дальше идет пересечение улицы Дивидянской улицы справа слева предполаганно по ходу и мы видим соответственно слева три дома по 17 этажей торгового развлекательного центра там в глубине находится детский сад и пять домов по 12 этажей также находится торговый центр В то есть как W паркинг от Wifrante так и название также в глубине находится торговый центр паркинг и АТС на Эту ну а справа находится три дома по девять этажей затем в глубине находится школа и управа района затем следует несколько домов по 9 этажей и остатки яблони в саду еще вот бывшего поселка Бирюлево которое здесь находило также детский сад и передом по 12 этажей ну таким собственно вся улица и заканчив ну в общем там понятно что особенно смотреть здесь нечего это достаточно обычная уже может быть полус советская улица в течение как я сказал нескольких домов в начале этой улицы единственное на центре протяжения для многих людей но в основном конечно местные люди это кинотеатр 5 звезд Пирюлева который находится может быть практически в середине улицы может представлять определенный интерес здания бывшего мяса комбината вот там тоже всяких много разных организаций находится ну в общем наверное собственно говоря все достопримечательности нет и так можно сказать хотя в таком общем смысле конечно поэстических достопримечательности есть нет вообще нет ну в принципе можно посмотреть на советскую дословину практически все будет застроена советскими данными хотя уже в общем больше сеть не будет советскими 60-70-80-х годы доехать ну а доехать всегда достаточно легко это в принципе лучше всего ехать в подлесной дороге доехать просто доехать а потом какое-то время развивается не только зимние надо смотреть остатки ха ходу деревка куда-то дальше потолка перелег который ходит ну и в общем в принципе погулять здесь конечно не приятных прогулок для новых встреч будет согласна субтитры